День семьи, любви и верности Сегодня многодетные семьи чествовали в здании областного правительства На улице грязно и темно, но ремонтировать двор на интернациональные коммунальщики не спешат От всего сердца рязанских тружеников наградили за многолетний труд и добросовестную работу Ну а теперь обо всем подробнее Вчера состоялось расширенное заседание правительства Рязанской области В ходе работы губернатор Олег Ковалев обратил внимание на задолженности некоторых предприятий жилищно-коммунального комплекса Перед поставщиками энергоресурсов Глава региона потребовал ликвидировать все имеющиеся задолженности, не дожидаясь начала топительного сезона Осталось два месяца лета реструктуровать эту задолженность, которая накоплена предыдущими периодами Подписать соответствующее соглашение и обеспечивать уплату текущих платежей в 100% объект С тепловыми И по тепловой энергии у нас еще просроченная задолженность имеет опять же тоже горло Это РФД, она составляет порядка 500 миллионов рублей, из них реструктурована 73 Это та, которая реструктурована И я знаю, там ведется работа с квадрой, с тем, чтобы реструктуровать упасоченную задолженность Надо ее тоже доводить, потому что, ребят, придет, когда сентябрь, очень сложно будет договариваться Проблемы в городском коммунальном хозяйстве, конечно, еще есть И они довольно разнообразные Например, накануне к нам в редакцию обратились жители двух домов по улице Интернациональной С просьбой рассказать об ужасной территории рядом с их двором И наша съемочная группа побывала сегодня и посмотрела, как выглядит это место обычным будничным утром К сожалению, проблем с благоустройством нашего города с каждым годом меньше не становится Это касается как территорий в центре города, так и мест в спальных окраинах Так, например, жильцы нескольких домов по улице Интернациональной оказались практически отрезаны от остального микрорайона Конищева Дело в том, что единственная асфальтированная дорожка, соединяющая два дома 12 и 13 с главной магистралью улицы Интернациональной После каждого дождя сначала превращается в море, а потом в болото Не один год я пытаюсь решить вопрос городской администрации на тему дорожки, которая ведет из нашего квартала Единственные дорожки, ведущие из нашего квартала на дорогу, к машинам, к магазину, к остановке То есть дорожка не ремонтируется более 10-12 лет, это точно, это видно невооруженным взглядом Дорожка не является единственной проблемой этого двора На прилегающих домах территории фактически отсутствует освещение Фонари, конечно, есть, но их всего два, и осветить весь двор они не могут Пройти поздно вечером по неосвещенному двору, не оступившись, практически нереально Жильцы неоднократно обращались и в свою коммунальную компанию И в кабинетах чиновников городской администрации города бывали по данным проблемам Но пока все безрезультатно Три года назад делали дорогу, про эту дорожку забыли Сказали, значит, что сделаем где-то осенью, не хватило у них что-то, асфальта или что И вот до сих пор мы мучаемся И пока работники конеческого ЖЭО, который обслуживает дома по интернациональному Вместе с администрацией Рязани не могут найти средства и время для устранения насущных бытовых проблем жильцов Граждане продолжают ходить по грязи в своем дворе и спотыкаться в темноте Ну а теперь о другом 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности Впервые праздник провели в 2008 году А появился он благодаря двум православным святым Петру и его жене Февронии Муромским Которые жили еще в 13 веке Эту семейную пару христиане почитают за покровителей семьи и брака По преданию, их любовь была настолько сильной, что они умерли в один день А после похорон тела супругов, находившиеся в разных гробах, оказались в одном Впрочем, и сейчас, спустя многие века, большие дружные семьи пользуются уважением И поддержкой даже на государственном уровне Сохранить в семье добрые, теплые отношения задача не из легких Всем присутствовавшим сегодня в зале торжеств семьям это удалось Губернатор Олег Ковалев в этот праздничный день за любовь и верность наградил 20 семей Всего же 70 пар в этом году получат заслуженные награды Медаль уже восьмой год присуждается лучшим семьям России, прожившим в браке более 25 лет И воспитавших детей, достойных граждан нашей страны Все присутствующие здесь пары заслуживают самого глубокого уважения И самых теплых слов признательности И медали достойная оценка вашей многолетней совместной жизни и родительского труда Это действительно большая заслуга перед обществом, перед страной Вы прекрасный пример для наших сограждан Особенно тех, кто только хочет создать семью Ветераны семейной жизни поделились секретами счастливых отношений Дали наставления молодежи Бери, но не увлекайся Также они читали своим возлюбленным стихи Любите женщину Дарите женщину цветы Дарите женщину улыбки Тогда любви дарят взрывки и потеряют красоты Любите женщину И вас в одни сравнения и разлуки Она спасет тогда не раз, не побоясь пойти на руки И даже пели песни В правительстве сегодня присутствовали те семьи, которые прожили в браке 25 лет и более Пройдя через многие испытания и трудности Разделив поровну путь соли Воспитав детей, радуясь и грустя Вместе они сохранили теплые чувства друг к другу И в праздник любви, семьи и верности Хочется пожелать каждому встретить в своей жизни Такую же надежную и родную половинку А то, что крепкая и большая семья помогает легче переносить житейские невзгоды Не понаслышке знают и рязанские полицейские Ведь в региональном управлении служит довольно много сотрудников Которые воспитывают трех и более детей Как известно, служба в полиции опасна и трудна Многим сотрудникам правоохранительных органов приходится постоянно задерживаться на работе Но даже в таком плотном графике всегда найдется место семейной жизни В рязанской полиции служит много сотрудников, которые воспитывают трех и более детей Таким богатством полицейские не хвастают Но коллеги всегда с уважением относятся к многодетным отцам и матерям, которые служат рядом с ними Например, старший инспектор ДПС Роман Прошин и его супруга Елена живут вместе уже 19 лет и воспитывают трех дочерей Как ни странно, многодетные сотрудники полиции исключительно положительно характеризуются по службе как начальством, так и со служивцами Они инициативные, исполнительные, настойчивые и ответственные, это и понятно Ведь с другим настроем и характером ни детей не воспитаешь, ни преступность не одолеешь В картинной галереи Виктор Иванов из «Земля Рязанская» прошел благотворительный вечер в помощь детям, оставшихся без попечения родителей Организовали вечер работники Ринвестбанка при поддержке областных и городских властей В рамках благотворительного вечера, приуроченного к 20-летнему юбилею Ринвестбанка, прошел аукцион детских рисунков и художественных поделок Все творческие работы выполнили ребята, которые сейчас воспитываются в рязанских домах-интернатах На благотворительном вечере сотрудники Ринвестбанка подарили сертификаты на целевые нужды руководителям детского сада номер 111 и двум школам-интернатам – 18 и 2 Также на вечере прошел аукцион детских рисунков Аукцион, на котором продавались детские работы, это очень трогательно, это очень интересно Потому что это маленькие художники, которые вполне возможно, которым нужно какое-то начало, чтобы они вошли в новую жизнь Я хочу сказать огромное спасибо за оказанную благотворительную помощь Ринвестбанку нашему учреждению Огромное спасибо! Эти деньги нам были очень нужны на постановку европакета в спальном корпусе нашего интерната А также хочу пожелать им удачи, здоровья, процветания Сегодня банк – это финансово-кредитное учреждение, занявшее устойчивую позицию на рынке, завоевавшее доверие клиентам Наши отделения открыты не только в Рязани, но и в Москве, Туле, Курск – всего 14 отделений В банке работает 300 работников Более 10 тысяч физических лиц и 2 тысячи юридических лиц стали клиентами нашего банка Работники Ринвестбанка поблагодарили всех пришедших на благотворительный вечер гостей И отметили, что подобные благотворительные мероприятия, где можно оказать посильную помощь самым незащищенным ребятам, воспитывающимся в домах-интернатах, будут проводиться и впредь А накануне подвели итоги очередной акции от всего сердца Главные герои – это люди старшего поколения, которые внесли значительный вклад в развитие региона Это ветераны войны и труда, труженики промышленности и сельского хозяйства, многодетные семьи и представители трудовых династий В этот раз чествовали медицинских работников, врачей, медсестер, фельдшеров и санитарок – всех тех, кто лечит и кто ухаживает за больными Это те люди, которые являются лидерами в своих медицинских организациях Это очень важно для наших врачей, для наших средних медицинских работников, младших медицинских работников, чтобы все знали, что тот труд, который они большой вкладывают в наш регион, в лечение наших пациентов, он должен быть отмечен Сцена Рязанского дворца молодежи на один вечер превратилась в импровизированный парк, в котором встречали почетных гостей Героями вечера стали шесть медицинских работников, которые много лет заботятся о здоровье рязанцев Из рук главы региона Олега Ковалева знак губернатора Рязанской области за усердие получила и акушер отдельного дома номер два Наталья Сидорина Она в профессии уже 17 лет Я работаю в роддоме во втором, я акушерка, ну как бы считаю, что это мое призвание быть акушеркой, помогать людям, но видя, как мама у нас выходит радостная с папами, с малышами Ну считаю, что, наверное, награда чисто человеческая благодарность за то, что мы помогаем родиться малышам на свет и как бы прийти к нам в роддом, помочь женщине психологически, да и просто быть счастливой семьей Особенно тепло в этот вечер встречали старейшего хирурга не только города, но и страны Аллу Левушкину, которую зал приветствовал стоя Алла Ильич, посмотрите, это для вас Несмотря на почтенный возраст, она взяла инициативу ведущего в свои руки и ловко шутила на сцене, чем вызвала восторг и аплодисменты сидящих в зале Во-первых, я свои заслуги очень мало ценю, потому что в основном это за счет моего возраста Доживите до моего возраста, у вас может быть заслуг больше, чем у меня Вот, единственное, что я могу сказать Ну и, конечно, я считаю, что в жизни надо быть целеустремленными и выбирать ту профессию, которую по-настоящему полюбишь И тогда ты будешь долго держаться на ней, вот что я могу сказать Приветствуя работников здравоохранения, губернатор Олег Ковалев отметил, что профессия медика самая гуманная на земле Поэтому все, кто избрал ее делом в своей жизни, заслуживают глубокого уважения Ну а теперь о погоде Вплоть до конца недели, как обещают синоптики, она будет переменчива, возможно даже грозы Прогноз погоды продолжит эфир программы Июль по многолетним наблюдениям считается самым жарким месяцем лета Но в нынешнем году нет изнурящей жары, которая особенно заметна в городе На этой неделе атмосферные фронты будут пресекать наш регион Почти каждый день станут приниматься дожди различной интенсивности, местами с грозами В середине недели в дневные часы с запада подойдет атмосферный фронт атлантического циклона Местами соберутся небольшие дожди, а вот температура повысится до 23-25, по области до 26 градусов В четверг наш регион окажется в теплом секторе циклона Дожди перейдут в разряд кратковременных, местами с грозами Воздух прогреется до 25-27 градусов В последний рабочий день на этой неделе дождей станет заметно больше Ночью температура останется в пределах 12-17 градусов А днем максимальная температура составит 20-25 В целом погода на рабочей неделе будет достаточно комфортной Из общего фона могут выпасть только предстоящие выходные Которые обещают оказаться достаточно прохладными И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу Ну а далее в эфире программа подробностей Гостем в студии станет замначальник отдела вневедомственной охраны Дмитрий Попушай Речь в беседе пойдет о том, как лучше защитить свое жилье от квартирных краж А на сегодня с новостями это все И до встречи в эфире Уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания Напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии В том числе предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Редактор субтитров А.Семкин